Нравится аниме «Токийский гуль»? Тогда заходи на наш сервер по этой тематике. У нас вы найдете уникальные системы, основные виды кагуна и куинке, красивый дизайн систем и многое другое. Вы сможете выбрать, кем стать гулем, пытающимся выжить в этом суровом мире. Или CCG, очищающих улицы Японии от этих созданий. Вся информация о сервере находится в описании. DarkRP полон серверами, которые очень сильно недовольны тем, что кто-то может себе позволить купить программу для изменения голоса и не платит им с этого процентик в карман. То есть, если вы заплатили за какую-нибудь лицуху программы VoiceModa, то вы еще также должны отдать в кармашек создателю сервака, на котором вы хотите пользоваться этим VoiceMod'ом. А если без VoiceMod'ика попробовать залететь к этим девочкам, они заплачут или нет? Я прекрасно понимаю, идея не нова, и я не называю себя первооткрывателем. Но, если что, если вам понравится, если вам это зайдет, и вы захотите такое видеть дальше иногда в роликах, то дайте об этом знать. Приболел, кстати говоря, у меня ноет челюха жестко. Просто жестко. Не описать словами, насколько меня это раздражает и бесит. Но что поделать? На следующей неделе, я думаю, пойду к зубняку. Подлатая от меня мою пасть, вонючую, огромную, немытую. Ты что, ты стреляешь, а? Что тебе надо от меня? Ты неадекватный, что ли, совсем? А я все, я у себя дома. Что-то я пошел наорал на какого-то Джаггернаута. Ну, а что он стрелять-то начал по мне? Стоп, я не понял вообще этого прикола, подождите. Да, реально, давайте Джаггеру позвоним, щас. Я муж пробовал, там кто-то сюда. Вызываем. А вот что? Я ж бруди. Сбросил. Я отыграю местного дурачка, который просто на обум номера набирает и все. И херню какую-то несет, стоит. Я и так у себя на территории дома стою. Закрыл? Зашел. Я не хочу дверь закрывать, я дома нахожусь. Опасно. Вы люто напукали и вам воняет? Да-то вы тут люто напукали, пока вас не было, не воняло. Давай. Завали ебану. Заткнись на пи... Аст мелкий, блядь. Щенок ебану раскрыл свое вонючее, блядь. А я его не звал, я буду здесь кайфовать, я здесь буду кайфы ловить, блядь. Ты шо делаешь у меня дома? Они хотели мне в жопу занять. Твою мать, идиотов наплодилось на пьяную олову. А цветы надо все. А дед? Чё говоришь? Здорово, дед. Здорово. Ты же не гра... Ты дедушка. Делай дедушка себе. У меня 69 вечно. Дедушка, дедушка, приди ко мне. Закрой дверь и подойди ко мне. Да подожди, покакать, блядь. Я тебе игрушку дам. Покакай, я тебе покакай, блядь, пока не уронил. Помогите, 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 помогите. Что такое? Человек у меня дома пытается насрать. Вот этот злот пытался домой влететь ко мне, говорит, посрать ему надо, помогите. Да не этот, блядь, да ёб... Да не он, блядь. Дедушка, иди ко мне. Дедушка, я тебя люблю. Я занят, я пока занят. Подойди, пожалуйста, пожалуйста. Пока я занят, я... Я занят, макуй, блядь. Я занят, сука, блядь, говорю. Шмакодевка, хули тебе надо, я занят, блядь. Стой, бро, как тебя зовут, как тебя зовут? Я... Владимир. А если не врать? А если не врать, шо ты думаешь? Ну а как тебя-то зовут? А как ты думаешь тогда, если я по-твоему вру? Я не знаю, как тебя зовут. Я Владимира варю. Дилера, давай на дилера. На дилера. Я Владимира варю, какой дилер? Иди нахуй. Сделай. Соси хуй, пидац. Как видите, настоящее имя у меня на серваке другое, а я назвал ему какое-то ложное. И сам того не зная, уберег себя от фрикела. Хотя было бы неплохо, если бы он его нарушил. Кто смотрел одно интересное аниме, поймет, чем плохо, когда какой-то шизик с блокнотом знает твое настоящее имя. Да, у него там была какая-то цель сделать лучший мир, но здесь им дали эти блокноты тупо для того, чтобы они RDM-или. И это один из примеров. Изначально вам эта ситуация не покажется настолько очевидной, потому что вы не знаете пары деталей, а они такие. Это два друга. У этого друга с тетрадкой есть профессия, которая делает заказы за огромные бабки. И еще это наборный администратор. Делайте с этой инфой, что захотите, главное запомните до определенного момента. А теперь пожилому человеку пора проучить непослушный молодняк. Немощная пазла. Семь, что я тут и что? Я пошел на вокзал ждать. О, бля, доигрался нахуй. А теперь сюда, бля. О, сюда, сюда, сюда. Ебать, да, ебать. Да, он, бля, сосать хуй. А зачем на меня Джон Уикк напал? Стой, на тебя жалоба у меня. Я отношу. А почему ты затайзерил меня вообще самостоятельно? Зачем ты меня затайзерил? А я тебя грабить захотел. Я ж тебя связал, и дару, за мной. Так ты мог зайти в дом и не тайзерить меня. Ты мог зайти в дом, достать дабл баррел и просто меня, ну, типа, иди сюда. Так у тебя фиррп расширен и до трех человек. Ты шо, прикалываешься? В общественном месте не расширен у меня фиррп, так что ты мог меня так позвать. Так это все равно неадекватно было бы. Я тебе с твоего дома говорю, а чтоб ты с улицы пришел ко мне. Я тебя лучше сам как-нибудь притащу, да? Ты должен был достать дабл. Да, подожди, 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 подожди. Почему вообще на меня кинулся гейлер, который на меня даже заказ не брал, накидывается, а? Я откуда знаю, тут это вообще ни при чем. А это при том, он тебя в итоге убил, а я бы тебя не убивал. Случайно. Ну ты, ну этот, ну, короче, да, Кубе, ты видишь здесь нарушение или нет? Я его ударю тазером. Нет, он обязан, он обязан бил меня вот... А подожди, во, я о чем и говорю. Ты меня не перебиваешь. Я даже сказать не могу, касаясь ситуации, ты понимаешь? Смотри, как было. Куб, я не вижу предов, я не вижу предов, как ни мне, ни ему. Да дай мне объяснить, как было все, я бью тазером по тебе, я тебя заковываю в наручники, забегаю к тебе в застройку и достаю даблбарл и говорю, давай-ка сюда иди. Ты мог без тазера и без наручников, я бы тебя и так и так послушал. А ты бы убежал куда-нибудь. Да я не мог бы убежать, у меня феррер-пэд. Это была бы у тебя самооборона и тогда бы не работала, это исключение, ты что не знал? Чего нах... Смотри, у тебя феррер-пэд работает следующим образом. Тебе гос угрожает в облётном месте, ты его служишься, да? Нет, ничего, ничего, я не знаю. А я ведь не гос, я тебя охрабить решаю, грубо говоря, я на тебя нападаю таким образом. И когда на тебя нападают, ты можешь самообороняться и при самообороне исключение не работает такое, ты можешь достать оружие. В каком правиле это написано? В каком правиле? Дополнительные правила. Какой бы ты вообще в жалобе участвовать будешь сегодня? Запрещено совершать криминальные действия в общественном месте даже при попытке вас арестовать исключение самооборона или же рейд. Девятый пункт. Девятый. Да, девятый. Да, ты мог. Ох, я потому это и предусмотрел. В общественном месте достать оружие и ебануть его? Да, ну что это была бы самооборона, понимаешь? Я не гос, чтобы тебя проверять. Нет, я мог прям в общественном, прям в общественном месте достать оружие и убить. Если я не буду госом, да. Да, потому я тебя и ударил шокером и заковал, чтобы ты не убежал никуда. Все, все, понял, понял. Вот, я тебе о чем и говорю? А ты можешь подожди? Кубик, Кубик, иди. Ты мне, пожалуйста, сейчас я скажу. Не к тебе, человека, либо я тогда сам разберусь. Того, чтобы тебя как этого, этого мэра замутить бы. Он не только контракты берет, он как обычный наемник тоже может работать. Ты сказала ему на другого человека заказать. Он выполнил, он выполнил его. Через книжку. Через какую книжку? Дейт нот. Донат это, донат, дейт нот. А я сейчас удостоверюсь в этом. Тепни его сюда. Нос. Ну, а я вот тогда возвращаю уже, да. Да, ник. Хе, 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 хе. Нам, нам, почему ты разбираешь свою жалобу, это АДМ? Кто разбирает? Да ты что, больной, нахуй, я надмину жалуюсь. Ну, так ты напиши жалобу и пусть ее разберут. Так смысл, бля, здесь админ есть здесь, что мне время тратить? Так пусть он примет жалобу. Да мы без тебя уже разберемся, солнышко, иди играй, а? Поскольку жалоба без всяких шуток идет 40 минут, я вам разложу все это вкратце. К нам тейпнулся тот самый киллер и объяснил, что этот челик делал разные заказы на разных игроков, а также оформил контракт. Контракт это некое подобие заказа, куда более серьезное по оплате и по задаче. И заключался он в том, что он должен его оборонять от любых недоброжелателей. Опустим тот факт, что тот, кто должен был его защищать, сам же и прибил его. И даже несмотря на это объяснение, никакого доверия это не вызывает. Просто потому, что он написал, контракт принят, контракт завершен, ну и так далее. Никакой больше информации по контракту нету. Для этого нужна демка одного из игроков. Либо того, кто принимает этот контракт, либо того, кто его дает. И логи по закону подлости почистились. И нельзя найти нормальную информацию о том, что он и когда писал в отверт. Да и на просьбы того, чтобы показать демку или же какие-либо доказательства того, что он конкретно этот контракт на защиту челика брал, он отказывается. Просто обычным не обязан. Вот это, кстати говоря, наборный администратор. Знаете, гондонов в лицо. Но помимо вот этих логов чата, где пишется, что контракт начат, закончен, есть еще и другие логи, связанные с этими ситуациями. Они же делаются не бесплатно, эти контракты. Они делаются за деньги. А значит, нам также нужны логи денег. И тут нам буквально шанс один на миллион выпал, почекать логи денег, их передачи, кому, кто, когда дал и сколько. И они по небывалому везению были не тронуты. Время, время, скажи, какое? Где ты-то нашел? Мне неохота снова сидеть и искать этого лога. Ну так, а где ты-то нашел? Ты скажи в логах. В логах. У тебя первая запись. Ты просишь биберека дверь открыть, когда ты ему заказ давал. Чё, я чё, его, что ли? Ты знать об этом должен, когда ты ему заказ давал. Я не обязан тебе ничего знать. Я при чём вот вообще на этой жалобе? Жалоба, ты, считай, сам разбираешь свою жалобу. То есть, получается, заказа не было? Ты даже жалобу не подавал. Заказ был, а лёд, тебе с логов скинули. Он подал жалобу, кстати. Так в логах нету того, что он пишет, а? Биберек, ты не можешь чак-то окили тофтер. Ту-час, я думаю, они быстро они чё-то сидят. Усуалят. Так, естественно, ты не можешь демку показать хотя бы, где ты заказ принимаешь. Не обязан. Так и хули ты тогда рассказываешь о типовым усолям, если ты никак не помогаешь нам разобраться? Ты стоишь просто отговорки кидаешь. Не обязан, не обязан. В чём заключался заказ? Скажи, как я тебе могу показать? Что отвечать? Куда мне ещё раз вопрос? Может, я не... Ты демку пишешь или нет? Какой скрин? Правда, сейчас тебе скрин скину, я его загружу в Steam-профиль. Ты демку, говорю, пишешь или нет? Того, как ты играешь. Нет, зачем мне эту демку писать? Я-то пишу, понимаешь? Я... не знаю. Я же тебе показывал. Или не показывал. Я даю такой... Ты давал заказ ему. Так ты тем и связан. Ну, с этой темой связана жалоба. Я причём на жалоба... Жалоба связана за заказом, который ты дал. Ещё не факт, что он записался, у меня там демок. Так ты посмотри, просто зайди в демку свою и поищи её. Ну, сейчас, ну, сейчас, так уж и быть. Хуй, не обязан. Если просто я выложил скриншот. Контракт принят. Еб... время какое контракта этого? Ну, ты смешной. Время, когда ты этот контракт принимал. У тебя где? Ладно, сейчас специально для тебя найду это. Можно написать по поводу и без. Контракт принят или же выполнен, понимаешь? Ни времени никакого нету, ни в лугах. Он мне столько заплатил. Я написал контракт выполнен. Ой, принят на самооборону. Он не сказал его охранять. У меня доказательства, но на РП у обоих, блядь. У обоих, блядь, что? Не мощная пара. Сейчас, смотри, сто тысяч ташу. Не, у меня показывает только с 18.45, но вы... Вы при постороннем человеке обсуждали заказ на кого? И имя сказали на кого? И ты еще пошел на вокзал кого-то ждать? А кого ты пошел ждать на вокзал, а? На меня не записалось. Не записалось, а может заказа такого контракта не было? И ты про другой контракт говоришь мне туда? Ты, может, про другой контракт не говоришь туда? Ты, может, говорю про другой, мне контракт какой-то заливаешь, сидишь типа... Нет, нет, я тебе говорю, у меня демка не записалась, потому что у меня нету места на диске. Ты у меня имя спрашивал для заказа, топ-процентов. Я тебе сказал левое имя. Просто я у тебя спросил, просто, как тебя зовут и все. Да, 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 да. Почему именно для заказа? А для чего ты спрашиваешь? Имя точно от человека, чтобы дать заказ человеку, который с тетрадью смерти выполняет его, зная точное имя жертвы? Что за бред? Может, я просто вот так у тебя спросил, откуда ты можешь знать? Ты у меня сначала спрашивал имя, я тебе сказал левое, и ты говоришь, а если не врать, я тебе опять сказал ненастоящее имя, и ты такой уже развернулся, говоришь, ну давай тогда на дилера заказик. А что вы здесь маетесь 20 минут, объясните мне? А тут оно на РП будет, тут оно на РП. Давай, Дискорд, заходи. В какой-нибудь канал я к тебе подскочу. Давай. Алло, я уже... Уже в голосовом в Астерпе сижу. Давай, заходи, я тебя жду. Ну, а тут мы с админом уже зашли в Дискорд, и я ему показываю демку от и до конца ситуации. Вот он заказ на дилера, на дилера, да-да-да-да-да. Я же ему имя не сказал. А у меня справа пишется, типа, имя настоящий адепт. А я говорю, типа, я Владимир. Для чего-то, да, он имя точно спрашивает. Стоя рядом с челом, который стоит с тетрадкой смерти, а? Дилера, давай на дилер. На дилера. Да-да-да. С чем-то мне сто тысяч дал. И вот он ему еще зачем-то сто тысяч дал. Ну, это ладно, да. А зачем? Кстати, подскажи, пожалуйста. Я просто такой относительно новичок. Ага. Так. Сто тысяч ему дают. Джон Уик удаёт сто тысяч за убийство, защиту. Так. Так. А тут такая дилюга, то, что он Джон Уик ему дал сто тысяч. Давай логи почекаем. Пока ничего им не говоришь, чтобы они не знали. Давай. Сейчас мы их нахуй расколачим. Ау. Денежки. Что там по денежкам? Ну-ка, НИК. Что он там дал ему? Да, он ему сто тысяч дал. А что за, сука, такие, получается, обмены сначала? Он ему потом обратно А это что-то интересное Сначала он ему Видимо, ник подбирает 50 Потом Да, похоже на то Да, 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 да Это очень похоже на то, что я думаю Ты прям, ты прям мозг, слушай Я в 69 до этого напер бы сам А под что это попадает? А под что это? Правила-то я знаю Ну, это нон-рп автоматом, я думаю Ну, какие-нибудь рулабузы А пусть правилами Что-то было в начале правил сервера Которые с нуля, точка один начинаются Там, там что-то, что-то сейчас скажу 0.12 походу, да От одного дня, сука Ты представляешь, какая падла Полчаса теперь не зря потрачены Да, ты молодец, что вытерпел молодую Нормально-нормально Надо аккуратненько с этим вопросиком зайти Чтобы они успели придумать, как отмазаться А это подожди, не-не-не, не только Не только 0.12, еще и обман Ага Чтобы типа денег не теряли А ну, тихо, а когда они передают обратно? Ну вот, передача в 26-45 секунд И буквально через 14 секунд Передают обратно Это шо, типа, заказ по гарантии Возвращают Передают снова в 27 минут 12 секунд И через минуту 10 секунд Дают снова заказ по гарантии Да, возвраты Это шо, сука, Вайлдберис или Дарк РП? да 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 это сука а мы их рассекретить ребята хочу за заказы такие у вас интересные а вы короче типа берете заказы по гарантии как на вайлдберез возвращаете а добро это получается 012 чему отчитать правила нужно почему до 12 короче я сейчас подожди я тебя подсоблю немного чё там 0 12 141 141 плюс 11 у каждого будет 1 до 3х 20 вот она может мне объяснить причем тут боковую а шо это да да такое то что ты берешь контракт оформляешь учили каюнки тут же деньги обратно отдают чтоб ты типа не тратился я ему долг возвращаю да долг это типа долг вы взяли на 10 секунд и отдали сразу не по 7 микрозаймы нет кого ты там обманываешь надо позвать кого-то из старшего выдал ему варны а почему меня почему меня банят за 0 12 если он мне сам вернул деньги я что ему должен был да 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 ты в этом участвовал ты два раза так принимал мы не можем утверждать что ты сам попросил но тоже два раза ты получаешь обратно кэшбэк за заказ говорит о себе сам какой два раза причем тут два раза на шоке кали мы ситуацию рассмотрели хорошо хорошо когда ему отдал деньги буквально давал обратно через десять секунд и через минуту 10 секунд это шо сука возврат по гарантии я спрашиваю или шо вот так вот играешь играешь и какого-то ребенка к ногтю прижимаешь кого кого мы с тобой помнишь прошлый раз играли мне хватило а чё было напомни просто я 69 вечно лет мне я не особо припомню сарай помнишь который ты гейский называл давай слышишь ты можешь сутки выдавать сутки 3 часа 20 минут выдавать ему наборочку надо повыше позвать а то этот не дотягивается ты сука используешь недоработку свои правил дырявой профессии свои дырявой чтобы просто так ходить дымить прикрывая друга какие недоработки то что ему столько вернул и доработка в том что это профессия дырявая такая же как и правило здесь от этим пользовался на каждую хитрую жопу найдется с винтом запомни меня девочка а ты еще и в наборке сука состоишь на пипец на самом деле ребята вы представляете если мы это вот отпустили мы бы так и не подшарили вообще без демки за это ой господи а подожди а почему ты вообще получается на улице бежишь доставать оружие и стрелять по людям а мне вот это вот интересно крайне а у него же армии торпета может быть интересно или нет вот у него три нарушения обман я защищаю того кто меня тебя наняли с нарушением правил это должно быть засчитано самооборона считай где-то написано объясни короче ты можешь выдавать ему наказание да привет сидели говорили мы не будем показывать доказательства типа и мы не обязаны блять потом уже оказывается у них нету ни демки ничего чё там ребята будет дюльва или нету ништяк спасибо вам солнышки я бы не знал что мы сделали бы без вас и без него все на этом твоя жадоба заканчивается спасибо что разобрался тебя не забудет наша нация гномов а мы тот писюн открываем подошадал вам в рот надавали и я могу потом тебя выкупить